Всем привет! Вы на канале политический новостник. Приятного просмотра. Перед началом поддержите нас лайком и подпиской на канал. Будем очень благодарны. Ну а мы к теме выпуска. Пока европейские страны пытаются противостоять пандемии коронавируса и решают свои внутри политические и экономические проблемы. Москва, Тегеран и Анкара меняют геополитическую парадигму Евразии в попытке вытеснения Америки из этого региона. О том, как влияние России, Ирана и Турции ломает расстановку сил в Средней Азии, в издании Atlantico рассуждает криминолог, профессор географии и геополитики в Университете Париж-Сорбонна-Ксавьер-Офер. Положительное следствие глобализации. Теперь геополитика и криминология вместе рассматривают преступность и контрабанду. На первом плане этих исследований оказались частные военные компании, гибридные формирования и неподконтрольные государством военизированные отряды, чья активность в мире только растет. Рассмотрение этих негосударственных армий с привлечением уголовного права в случае потенциальных преступлений предполагает наблюдение, сбор и проверку данных, составление карт, аналитику, а также диалог с экспертами, которые обладают большим опытом и четким ведением ситуации. Узнать такого эксперта несложно, он прогнозирует определенные перемены в той или иной сфере, и через некоторое время это происходит примерно так, как он это описывал. Что касается Ближнего Востока, территории между Ираном и Ливией, зоны стратегических интересов великих стратегов, эти аналитики предрекают с конца 2018 года мировую стратегическую революцию, которая изменит вековое равновесие. Эта революция тихо готовится военизированными группами из Ирана, России, а иногда и Турции. Эту стратегическую революцию можно описать следующим образом. Прежде всего, хотел бы отметить, что автор не радуется, не сожалеет и не пытается заниматься морализаторством. Он просто хочет проинформировать вас об очень важном вопросе, который, несмотря на свою стратегическую значимость, отсутствует в распорядке дня Европы и Брюсселя, не появляется на первых полосах европейских газет. Первое. У истоков этой стратегической революции стоят два мировых лидера, Владимир Путин и Реджеп Таип Эрдоган. Они создают видимость конфликта, но на самом деле действуют сообща. Так происходит с неудавшегося Путча 2016 года, который заставил Эрдогана переосмыслить стратегию выживания и контрнаступления. Второе. Этот пакт работает в частности в Ливии, Судане и вокруг Аравийского полуострова. Третье. С конца 2018 года эти эксперты прогнозировали создание трех российских военных баз на иранском берегу Персидского залива. Так, после снятия Аоновского эмбарго на поставку оружия в Иран 18 октября этого года, у российского флота появятся базы в Чахбихаре, Бендер, Аббасе и Бушире. Защиту морского и воздушного пространства обеспечат системы С-400 и Бастион, а также высокоэффективные средства электронной борьбы Краснуха-4. Эта система, кстати, уже доказала свои качества в ходе столкновения России и Украины после возвращения Крыма Москвой. В ноябре 2018 года два украинских патрульных судна и тягач направлялись из Одессы в Мариуполь, но по странному стечению обстоятельств оказались в российских водах, где их взял спецназ. Из-за краснухи моряки ошиблись с данными GPS и даже компаса. В результате нанесения бомбового удара по Ирану станет настолько дорогим в военном плане, что Тегеран по факту будет в безопасности, если не считать ядерного удара. Летом 2020 года одной лишь новости об этом шаге России было достаточно, чтобы подтолкнуть Оаэ, Бахрейн и прочих в объятия Израиля. Выход в теплое море был геополитической мечтой царей и Сталина, Путин осуществил ее. Четвертое. То же самое касается и имеющего огромное стратегическое значение Судана. С 2018 года Эрдоган и Путин сближались с суданским диктатором Амаром Аль-Баширом. Здесь опять-таки действовали российские частные военные группы. Как бы то ни было, партнеры быстро поняли, что коррумпированный Аль-Башир недостоин доверия, устроили народное восстание и передали власть более молодым и презентабельным военным, которые, разумеется, работают на них. В результате в городе Порт-Судан на Красном море должна появиться еще одна большая российская база. Вместе с системами ПВО, противокорабельными ракетами и средствами электронной борьбы. Как считают эксперты, взаимодополняемость этого вооружения полностью перекроет доступ к зоне. Персидский залив. Красное море. Как закончить окружение зоны стратегических интересов. База и в Аравийском море. Москва скоро вернется на остров Сокотра, где в прошлом присутствовал советский флот. Пятое. Наконец, с конца 2018 года нам известно, что российские и иранские боевые пловцы и морские пехотинцы тренируются вместе. Несмотря на существование такого стратегического вызова планетарного масштаба, который призван вырвать у США евразийское пространство, Брюссель увяз в COVID-19, а французские СМИ размышляют о психологии Джонатана Даваля. А что насчет начальников штабов двух последних презентабельных армии Европы, французской и британской? Они наверняка с печалью и тревогой следят за большой игрой, которая разворачивается вдали от забытой всеми Европы. Воздушным измерением войны в Ливии стратегически управляли исключительно иностранцы, а войну выиграла Турция, заявил американский эксперт Джейсон Пек. Выступая на панельной дискуссии, организованной Американским институтом Ближнего Востока и посвященной докладу на тему изменения хода событий, как Турция выиграла войну за Триполи. Один из авторов доклада Джейсон Пек обратил внимание на сходство конфликтов в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе. По сути в Ливии, Сирии и Нагорном Карабахе были войны, в которых Турция и Россия воевали и выступали посредниками, сказал Пек. Эксперт констатировал, что лидер незаконных формирований халифа Хафтар и так называемая Ливийская национальная армия были стороной, которая начала войну при поддержке таких стран, как Объединенные Арабские Эмираты, а с начала этого года терпела поражение перед новыми технологиями ведения войны, прежде всего турецкими беспилотными летательными аппаратами. Отметив, что война в Ливии главным образом велась в воздухе, Пек продолжил. Некоторые называют это «опосредованной войной», но я против такого определения. Это была трансграничная война, и возможно, именно так будут происходить войны в будущем. СМИ и многие эксперты придавали слишком большое значение наемникам из-за рубежа, и это было обманчиво, обратил внимание Пек. Важные бои на земле, которые приводили к обретению и потере территорий, велись ливийцами, но в воздухе шло противостояние иностранцев, в стратегическом плане воевали исключительно иностранцы, а войну выиграли турки, сказал эксперт. По его словам, вооруженные силы Турции доказали свою эффективность в Сирии, Ливии и Карабахе. Начиная с середины января было понятно, что силы Хафтара будут повержены, потому что Турция вела несравненную войну на истощение. Пек отметил, что турецкие системы противовоздушной обороны и наступательные средства имели превосходство по своим возможностям, силы Хафтара психологически старались избегать потерь, и это привело к изменению хода войны. Аналогичная ситуация, по его мнению, имела место и в Карабахе. Когда армянские силы потеряли превосходство в воздухе из-за турецких ударных беспилотников и увидели, что их танки уничтожаются один за другим, они согласились сдаться, опасаясь еще больших потерь и гораздо более высокой цены. Без защиты интересов России и Турции никакое решение не будет успешным. Отметив, что переговоры, которые шли под эгидой ООН, пошатнулись из-за обвинений в подкупе и очередной раунд переговоров под вопросом. ПЭК сказал, что Турция пожелает сохранить свои достижения в этом процессе, из которого она вышла с победой. А в качестве альтернативы ООН, по его мнению, возможны переговоры при посредничестве Турции и России. Ни одно решение, которое не защитит полностью интересы России и Турции, не может быть успешным. Потому что обе державы показали, на что они способны в военном отношении, добавил ПЭК. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подпишитесь на канал, чтобы всегда быть в курсе свежих и интересных новостей. До встречи!